Сестры, давайте вместе будем читать Слово Божие, которое находится в Библии, Святой книге, Евангелие от Луки, 23 глава, 35 стиха, и несколько стихов по 43-й включительно. Евангелие от Луки, 23 глава, 35 стиха. «И стоял народ и смотрел, насмехали же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты, царь иудейский, спаси самого себя». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Если ты не боишься Бога, как же и сам осуждаешь, осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно и по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Аминь». Мы продолжаем изучение Священного Писания. Если вы помните, почти год назад я говорил перед первую проповедь на хлебопреломлении, мы говорили о страдании, и мы говорили о тех семи слов, которые произнес Христос со креста. Ну, прежде я хотел сказать, что сегодня для поместной церкви особенный праздник – праздник хлебопреломления. Я его называю праздником. Я помню, где-то там у нас, когда мы были дома, один брат возмущался и говорил, «Не может быть хлебопреломлении праздником!» Это день страдания, надо вспоминать, как Христос страдал. Я сегодня ехал домой после служения, и вдруг проповедь на молдавском языке, на румынском, один брат говорит, «Самый большой праздник для всех христиан, для Церкви Божьей, для детей Божьих – это праздник хлебопреломления». Почему? Потому что это день победы мы вспоминаем. «Совершайте это в мое воспоминание», – говорит Христос. «Это день победы. Разве можно не радоваться и не благодарить Господа?» Одно из слов, я так назвал свою короткую проповедь, «ныне со мною в раю». В других переводах это слово «сегодня». «Сегодня будешь со мною в раю». Итак, если это заповедь, которую оставил Христос, с чем мы сегодня предстали перед Ним? С чем я пришел перед Господом? И исполнить эту святую заповедь? Есть возможность до того, как мы будем участвовать в трапезе Господней для тех, которые не были утром, еще раз взглянуть назад на пройденный путь. Буквально месяц отделяет нас от последней раза участия в трапезе. И самое главное, где были наши глаза, где были наши уши, что говорили наши уста, и где ходили наши ноги, и что щупали наши пальчики. Есть возможность сегодня перед этим спросить самого, взглянуть на свой путь, который мы прошли. «Ныне будешь со мною в раю». Я хотел напомнить тех слов, которые произнес Христос со креста. Первое слово «Отче, прости их, ибо они не знают, что делать». Мы говорили уже на эту тему. «Ныне будешь со мною в раю». «Жену, си сын твой, си матерь твоя, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Жажду совершилось. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Если бы вы были внимательны, то три раза Христос как бы произносит слова молитвы. Первое слово «Отче, прости их, потому что они не знают, что делают». Потом четвертое слово говорит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И перед смертью своей он снова обращается в молитвенных словах к Отцу Своему. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Итак, возвращаемся к прочитанному тексту и посмотрим, что хочет Христос сегодня научить меня и каждого, будучи на кресте. Как учитель, он не переставал учить, он не переставал спасать, помогать. Даже будучи на кресте окровавленный, он, страдая за грехи всех людей и за наши грехи, продолжает ходатайствовать за грешников. Три евангелиста описывают, что на кресте Христос был между двумя разбойниками распят. Евангелие от Матвея, от Марка описывает, что эти два разбойника тоже поносили Христа, тоже говорили неправильные слова на Христа. И вот смотрите, что евангелист Матвей описывает целый список тех людей, которые насмехались над Христом. Это Евангелие от Матвея, 27 глава, 38 по 44 стихи. Вот список тех, которые смеялись над Христом. Проходящие, первосвященники, книжники, старейшины, фарисеи и разбойники поносили Его. И если вы были внимательны, с прочитанного текста, который я сегодня вечером прочитал, из Евангелия от Матвея, есть одно слово, когда все эти люди, которые поносили Христа, говорили одно слово, «Если». И смотрите, здесь первое слово в 35 стихе. «И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними, и начальник, говоря, других спасал, пусть спасет самого себя, если Он Христос, если Он избранный Божий». Начальники и народ обвиняли Христа. «Если ты Сын Божий, то сойди со Христа». Второе слово, «Если» в 37 стихе, и войны говорили, ругались над ним, и говорили, «Если ты царь иудейский, спаси самого себя». И третье слово, «Если» в 39 стихе, один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Я не знаю, что случилось с этими разбойниками. Я читал, молился, Господи, почему вдруг два евангелиста, которые были свидетелями, которые написали эти прекрасные Евангелия, описывают, что эти два разбойника вместе поносили Христа. почему-то изучение жизни Иисуса Христа, описанное врачом Лукой, говорит, что только один начал поносить. Ну и этот, который начал поносить Христа, тоже обвинил, «Если ты Сын Божий, если ты царь иудейский». Друзья, братья и сестры, я буквально хотел несколько мыслей прочитать или для нашего размышления посмотреть на того разбойника, который вдруг по какой-то причине он перестал ругаться и насмехаться над Христом. Когда этот говорил, он вдруг вступил. Друг же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден, а тоже мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Итак, кто такие разбойники? Словари дают такое понимание, что это те люди, которые находились на дорогах и всех путешественников они останавливали и грабили их. Другими словами, воры, бандиты, которые не щадили людей, жили для себя, люди, которые искали удовольствие в себе, люди, которые не работали, но хотели жить. И вот вдруг Христос на Голгофе обращают внимание на эту беседу между двумя разбойниками. Я хотел здесь маленькое такое внимание для каждого. Все мы проходим в этой жизни через различные испытания и болезни. Обычно, когда мы посещаем больных, они могут говорить, как им тяжело. Да вы знаете, сколько уже, уже не могу. Особенно с этой пандемией те, которые болеют, могут вам рассказать очень много. Но я не слышал, чтобы те, которые проходят через болезнь, обращали внимание на те, которые здоровые, обращали внимание на те, которые, может быть, и ругаются над ними. Христос, будучи Сын Божий, на Голгофе, сам умирая за грехи всех людей, обратил внимание на этих двух разбойников, которые достойно они были там. И один из них по какой-то причине, и многие толкователи приходят к тому, что этот один из разбойников, который не имеет ни имени, ни религиозность, нет у них ни отца, ни матери, ни семейного положения, были евреи, были язычники. Ну, Христос обратил внимание на них и на этот разговор, и вдруг один из них по правую или по левую сторону стал осуждать и упрекать друга своего, который вместе воровали, который вместе издевались над людьми. Вдруг остановился, что случилось? Как ты смеешь так говорить? Мы здесь достойно. Этих людей достойно осудили на распятии за их дела. Что случилось с этим разбойником, который вдруг увидел себя? Может быть, надпись, которая была над крестом, над головой Иисуса Христа, сей царь иудейский. Может быть, вот эти обвинения со стороны старейшины, народа. Может быть, он наблюдал за теми войнами, которые ругались. Может быть, слова самого друга своего, который начал тоже поносить. И он вспомнил, подожди, так я же достойно здесь. И Христос, обратив внимание на эту беседу, обвиняя своего друга, почему он ругается над невинным человеком, вдруг он поворачивается, может быть, головой, взглядом со креста ко Христу и говорит, помяни меня, Господи, когда будешь в царстве вдвоем. Я здесь хотел подчеркнуть две важные мысли покаяния. Вдруг во мгновение нам не описывает. И самое интересное, что в этот эпизод, эта встреча разбойника со Христом описывает только евангелист Лука. И он говорит, что там на Голгофе совершилось нечто очень важное. До последнего Христос продолжает спасать людей. И вот здесь, когда Христос услышал такие слова, он и дал ему ответ. Первое, здесь мы видим покаяние этого разбойника. Другой же напротив внимал его и говорил, или ты не боишься Бога, как и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим мы приняли, а он ничего худого не сделал. Что же увидел этот разбойник в Иисусе Христе, в того, что между ними висел на кресте, в Иисусе Христе, он действительно увидел Сына Божьего. Он действительно увидел, что этот человек, необыкновенный человек, может быть, он вспомнил какие-то эпизоды, вспомнил какие-то рассказы от людей, что совершал Иисус Христос. Писание умалчивает. Но мы видим здесь полное раскаяние этого человека. Мы осуждены справедливо, а он нет. Как же ты не боишься Бога? Первый шаг, который сделал разбойник на кресте, он покаялся. И следующий шаг, я вижу здесь доверие или вера, которая была в сердце этого разбойника. Обращаясь ко Христу, он говорит, помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твоем. Только тот, который мог увидеть в этом человеке спасение, прощение своих грехов, вера дала ему возможность получить это спасение. И третью мысль Христос, обращаясь к нему, и говорит, ныне будешь со мною в раю. Что такое слово ныне в других переводах, как я уже говорил, сегодня? Это такое слово, которое мы употребляем в своем лексиконе каждый день. Сегодня я был там. Это слово знают дети, взрослые, пожилые. Знаете, я искал в Библии где-то 300 раз говорить слово ныне русский синодальный перевод. Если еще добавить 100 раз слово сегодня, где-то 400 раз. И самое большое количество этих слов упоминается в Ветхом Завете и в Новом Завете. Я выписал для себя, вы знаете, что это слово произносил сам Бог сегодня. Это слово произнес Христос. Это слово произносит Дух Святой. Это слово произносим мы люди на земле. Есть еще одна личность, которая тоже произносит это слово. Как вы думаете, кто это? Дьявол. Он тоже знает это слово. Итак, давайте посмотрим, когда Бог говорил это слово. Деяние апостола 17-30 говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Евреям 1-5 «Ибо кому когда из-за ангелов сказал Бог «Ты сын мой, я ныне родил тебя, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Хотя это слова из Ветхого Завета книги Псалтири. Иисус Христос употребляет это слово. Луки 23-43 мы сегодня прочитали «И сказал Ему Христос «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». В 19-й главе Евангелия от Луки 5-м стихе «Встреча Христа с Захеем и он говорит «Захей, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть в доме твоем». Интересно, а как Дух Святой говорит сегодня евреям 3-7 «Почему как говорит Дух Святой ныне когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваши, как во время ропота в день искушения в пустыне». Дьявол тоже употребляет это слово 1 Петра 5-8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Сию минуту его цель на этой земле искать, найти те, которые ходят в истине». Эфессианам 2-2 я сократил «По воле князя господствующего в воздухе духа действующего ныне в сынах противления». Евангелие от Марка 4-й главе 15-м стихом есть притча о сеятеле. И Христос как бы поясняя эту притчу ученикам говорит «Посеянное при дороге означает в которых сеется слово, но которым когда услышат тот час приходит сатана и похищает слово посеянное в сердцах их». Тот час сегодня ныне Луки 22-34 когда Христос беседует с учениками и у Петра было нечто важное сказать и Христос говорит «Я видел сатану падшего с неба». Сатана просил просеять вас и на ответ на эти вопросы Петру Христос говорит «Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что ты не знаешь меня». Слова сказаны Христом со креста для разбойника это было решение жизни и смерти этого человека. в самую темную минуту в этом мире Бог освещает тьму этого грешника. Окровавленными руками Он обнимает его и говорит «Ныне же будешь со мною в раю». Первый человек, который вошел спасенный, который не совершил ни одну молитву, ни одно доброе дело, не заключил завет с Господом, не посещал больных, не проповедовал, не рассказал ни один стих, и не спел ни одно пение, и не посещал ни одно богослужение. Первый вошел по словам Иисуса Христа «Ныне же будешь со мною в раю». Друзья, братья и сестры, хотел обратить внимание, что Христос заметил, услышал и был внимательным к словам разбойника, который обратился к нему. Помяни меня, Господи! Единственное, что он мог сказать, покаяние из двух предложений, и Бог простил и принял его. Мы следуем за Господом уже десятками лет. Что можно сказать о нашей жизни? Можно сегодня услышать с верою, что Бог говорит тебе ныне же со мною в раю. Все, что было для этого разбойника, услышать когда-либо, все те, которые обвиняли его за свои дела, он убегал, он скрывался, потому что люди осуждали его, он должен был наказан, закон наказал его, но там, на Голгофе, на кресте, во время своего наказания, буквально за несколько минут до смерти своей, он услышал слова спасения, он услышал слова прощения. Ныне же будешь со мною в раю, ныне ты будешь со мною с отцом в царстве моем, ныне же ты будешь со всеми святыми, ныне ты увидишь отца моего. Все когда-то мы блуждали в этом мире подобно этого разбойника, мы не были лучше других, даже если родились верующих семьи, нам нужно было покаяться, и мы вчера были свидетелями, сегодня, как молодые души, братья и сестры пришли и заключили завет с Господом доброй совестью быть верными до конца жизни. Пусть Господь благословит. Слова Иисуса Христа произнесенными на Голгофе на кресте продолжают сегодня учить нас. Друзья, дорогие братья и сестры, проходя через различные испытания болезни, давайте подобно Христу будем молиться о тех, которые не знают, которые еще погибают в своих грехах. Пусть Бог благословит каждого из нас. Если ты имеешь эту уверенность, что Бог простил тебя, действительно, слова, сказанные Христом для разбойника, они и для тебя. Ныне же будешь. Смотрите, не завтра, не через день, не когда я приду туда, я буду молиться, я буду ходатайствовать перед моим отцом, я обещаю тебе. Помните, когда Иосифа посадили в темницу, там был виночерпий и хлебодар, и он увидел сны. И один умер, другой остался в виночерпий. И Иосиф просто сказал, вспомни обо мне перед фараоном. Два года так он внимательно жил и вспомнил свою свободу. Вот так люди поступают. Сегодня это слово ныне учит и меня, ныне прощай брата, ныне служи Господу, сегодня отдай свое сердце, сегодня иди за Господом, сегодня пока ты молодой, есть силы, старайся сделать что-то доброе для Господа. Ныне же будешь со мною в раю. Пусть Господь нас всех благословит и поможет в пути следования за Господом, хранить верность Ему, быть хорошим свидетельством и примером светом в этом мире, в своем доме для своих детей, чтобы Бог мог радоваться о жизни, которой я живу здесь на земле. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Будем молиться, кто желает.